Нынешний обвал цен на электроэнергию грозит интеграцией украинской энергосистемы в ЕС, Буславец. Текст озвучен с помощью Яндекс Спич Кит. Обвал цен на оптовом рынке электроэнергии может помешать успешному прохождению тестового отключения украинской энергосистемы от России и Беларуси в рамках подготовки к синхронизации сенцов. Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на заявление бывшей главы Министерства энергетики Ольги Буславец. Я говорила, что перед началом изолированной работы по оценкам специалистов НЭК Украинерго, на складах тест должно быть не менее 1 миллиона тонн угля, которые на сегодняшний день составляют 0,7 миллиона тонн. В условиях обвала цен на оптовом рынке электроэнергии, об это я писала в предварительном сообщении, контрактовать и вести дорогостоящий импортированный уголь становится невозможно, сообщила экс-глава Министерства. Работа энергосистемы в изолированном режиме намечена на 24-26 февраля. Кроме того, по словам Буславец, одно из ключевых требований по синхронизации сенцов и обеспечения стабильного финансового состояния системного оператора НЭК Украинерго. На начало декабря дебиторская задолженность Украинерго составляла 18 миллиардов гривен, а кредиторская 24 миллиарда гривен. То есть у 6 миллиардов гривен нет источника погашения. Тариф Украинерго и на 2022 год, по словам эксперта, не сбалансирован. МКРЭКу не включена оплата всей прогнозной товарной продукции ВЕА 2022 года. Если в ближайшее время регулятор не стабилизирует цены на рынке электроэнергии и не обеспечит сбалансированный тариф Украинерго на передачу и диспетчеризацию, ситуация будет ухудшаться. В частности может возникнуть угроза долгожданной синхронизации сенцов и с последующей интеграцией энергорынков, подчеркнула Буславец. Как сообщалось ранее, Буславец заявляла, что Украина должна минимизировать зависимость от импорта электроэнергии и вернуть энергосистеме статус экспортно-ориентированный. Текст озвучен с помощью Яндекс Спич Кит.